Дмитрий Никифоров 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 оборудование и синтегрировать вот этот цифровой сигнал со своим эфиром. Соответственно, тогда у них появится возможность не в аналоге, а именно в цифре вставлять вот эти... Но это крайне дорого на сегодняшний день. Да, то есть это решается в основном за счет именно финансов, но я могу сказать, что ряд телеканалов наших, где у нас региональные новости сейчас в аналоге идут, они, конечно, это решают в том числе и на федеральном уровне, потому что это в основном представительства здесь федеральных, поэтому, возможно, эта договоренность уже есть, уже даже есть подписанные соглашения о передаче, но это упирается в некий фронт работ, проведенный в регионе. И если этот фронт работ финансируется за счет представительства, которое в Москве находится, то, соответственно, просто этапность опять же есть по этому финансированию. Сначала идут населенные пункты, наверное, с большим количеством людей и потом меньшим. К сожалению, Петрозаводск у нас не самая такая столица... Не густонаселенная. Да, густонаселенная. Вот, 250-280 тысяч человек у нас, поэтому, естественно, может быть, эти работы отложены на некий другой определенный срок, но, насколько я знаю и общаясь с коллегами с нашего РТРС, радиотелевизионного передающего центра, они готовы технически. То есть вот у них готовность есть, они в любой момент могут в цифровой пакет уже региональные вставки делать. Вопрос именно к региональным вещателям, насколько они в этом плане тоже подготовлены. Считают, что в последнем данном, что цифровое эфирное телевидение будут смотреть лишь 30% всей телеаудитории. Связано это, безусловно, с развитием интернета, что есть другие источники доставки ТВ-контента. У нас принято считать, что в Карелии очень хорошо развит интернет, и информационные технологии в этой области очень хорошо развиты. Так ли это, и, может быть, что-то изменилось и в лучшую или худшую сторону в Карелии? Действительно, если говорить о развитии широкополосного доступа в интернет, то, конечно, у нас есть ряд мероприятий, которые сейчас проводятся, и которые как раз подразумевают расширение того процента охвата населения нашим интернетом, чем у нас было там на начало 2015 года. Действительно, республика занимает очень хорошее место в Российской Федерации, входит в десятку регионов по охвату интернетом населения, но, тем не менее, с учетом наших географических особенностей, у нас очень достаточно протяженные расстояния между населенными пунктами, и, конечно, крупные населенные пункты у нас имеют интернет, а вот населенные пункты с малым количеством людей, они, к сожалению, не все охвачены интернетом, и зачастую даже у нас некоторые районные администрации поселковые, они у нас без интернета, то есть где-то у них есть модем на уровне подключения модемного, но, тем не менее, не всегда даже он... То есть широкополосного доступа в принципе не существует? Да, то есть широкополосный доступ для них это пока еще сказка, поэтому, естественно, есть разного уровня районы, одни районы думают о том, как можно скорее сейчас вот сотовый оператор должен прийти, у них с интернетом уже не возникает проблем, другие озабочены тем, что им бы хотя бы стационарную связь более стабильную, да, чтобы она не пропадала, и для них интернет это еще пока такое, так скажем, будущее, да, к чему они хотят прийти, но пока еще о нем не думают. Ну, считается, что если есть интернет, то это большой стимул для развития всего бизнеса в районе, потому что, да, это как необходимость сегодняшняя. Какие перспективы? Перспективы у нас достаточно хорошие, в том числе и по ряду федеральных программ, потому что действительно очень сложно операторам интернета сказать и каким-то образом, как сформулировать правильно, они не идут в населенные пункты с малым количеством людей, потому что для них это экономически невыгодно, да, то есть это касается и сотовых операторов, и провайдеров интернет, потому что зачастую это требует, ну, большого количества мероприятий, там, связанных с электричеством, связанных с наличием возможностей. Но это мы говорим о частных провайдерах, да, частных компаний. У нас же есть большая компания с государственным участием, которая занимается. Есть, но компания, если мы говорим про Ростелеком, да, и действительно это компания с государственным участием, да, но, тем не менее, акционерами этих компаний, да, совершенно другие требования выставляются непосредственно к тем филиалам, да, которые размещены в тех или иных регионах, то есть у них везде все равно идет оценка экономическая, насколько это выгодно. Вот, поэтому этот оператор в данный момент действительно выполняет федеральную программу по устранению цифрового неравенства. Вот, на прошлой передаче я застрял на этом особое внимание. Удалось совместными усилиями Александра Петровича Худилайнина с Министерством связи и массовых коммуникаций в Москве договориться о том, чтобы эта программа у нас была не до 2019 года растянута, а была осуществлена в 2015 год. То есть вот до конца 2015 года у нас в населенных пунктах 250-500 человек должны появиться так называемые точки доступа по технологии Wi-Fi, когда население сможет уже посредством своих гаджетов, своих, значит, компьютеров воспользоваться интернетом. То есть точка раздачи такая. Да, то есть точка раздачи. Мы, конечно, понимаем, что эта точка раздачи, может быть, не такая удобная для населения, потому что все мы привыкли пользоваться интернетом дома, да, и выходить куда-то, значит, в центр поселка, вот, и пользоваться Wi-Fi, это, конечно, зачастую, с учетом наших погодных условий, да, не всегда удобно. Но это, так скажем, то начало, которое будет положено в том или ином населенном пункте, в котором вообще не было интернета, да, куда приходит именно оптоволоконный кабель, то есть это последняя технология современная, которая есть, и пока это столб, да, и точка Wi-Fi. Но в будущем, естественно, и с помощью и местных коммерсантов, и местных, возможно, провайдеров, которые появятся, и обязательно власти местной, с учетом того, что и Ростелеком готов, то есть можно, так скажем, ряд мероприятий проводить. Ну, в конце концов, это может быть замены старому клубу, где будет кипеть жизнь, и точка роста этого будет населенного пункта. Про интернет это все хорошо, чудесно, но у нас в некоторых районных пунктах и поселках нет даже сотовой связи. Действительно. А будет ли она и когда? Сотовая связь немножко сложнее, потому что если мы говорим про интернет, то у нас есть компания с государственным участием, да, которая выполняет некий перечень программ, крупных по всей России, сотовые операторы, это все-таки все они коммерческие, вот, все они, естественно, смотрят только на экономическую выгоду, к сожалению, тем более в эпоху кризиса сейчас происходящего, да, большая часть мероприятий, а мероприятия это вот, как я говорю, чисто инвестиционные, то есть за счет инвестиционных средств сотовых операторов выполняются работы у нас по модернизации сети, по развитию сети сотовой, поэтому планы до конца 15-го и на 16-й год, они достаточно такие сжатые. Вот, большого, значит, развития сотовой сети мы пока со стороны сотовых операторов не видим. Сначала появится, должно появиться телевидение цифровое, потом точки доступа интернета и следом только придет сотовая связь, ну, по такой схеме. Не обязательно, да, в сумме, конечно, это больше, да, то есть если оба этих момента решены в том или ином населенном пункте, то, конечно, оператору проще, да, но с другой стороны, конечно, там возникает вопрос, что оператору надо договариваться тоже с теми или иными тоже коммерческими структурами, которые организовали там вышку или там организовали канал связи на то, чтобы, значит, взять у него в аренду, да, либо точку подвеса, либо канал и какую-то пропускную способность. Но у нас ярким примером такого населенного пункта сейчас есть, в котором есть положительная динамика, это у нас поселок Лендеры. Мы все сразу хотим, все и сразу, ну, в данном случае интернет, телевидение и телефон. Принцип одного окна, который успешно реализуется в многофункциональных центрах. Многофункциональный центр – это совершенно новая форма взаимоотношения между гражданином и органом исполнительной власти или органом, оказывающим ту или иную услугу. Форма эта была создана для того, чтобы облегчить гражданину получение той или иной услуги или получение ряда услуг, но по принципу одного окна. То есть ты приходишь в единое окно, как единое справочное, да, можешь получить любую консультацию, получить перечень услуг, причем, возможно, даже достаточно большой, возможно, в одном пакете, но это вот, я немножко об этом чуть позже скажу. И в следующий, то есть ты приходишь один раз, подаешь документы, приходишь в следующий раз, ты получаешь эту услугу. В том числе и будут даже услуги одномоментные. То есть, например, на следующий год у нас запланирована выдача справок о несудимости, да, по факту прихода один раз в окно. То есть если раньше нужно было приходить подавать заявление в ту или иную структуру, потом, значит, ходить, получать, то теперь ряд услуг даже они будут и одномоментно выдаваться. А какие услуги можно там получить? Вот может, какой-то перечень может быть основных. Я понимаю, что их очень много. Да, перечень услуг, но сейчас большее количество услуг, которые у нас в МФЦ оказываются, это услуги Росреестра, то есть услуги связанные с землей, с оформлением права собственности, с отчуждением, с какими-то другими регистрационными действиями, связанные с недвижимостью, с землей. И перечень этих услуг, он будет до конца года расширяться, потому что составлены некие дорожные карты по вводу той или иной услуги. То есть мы ее, мы согласуем эти дорожные карты с органами исполнительной власти, например, с Росреестром, с управлением, и постепенно сотрудники многофункционального центра обучаются, они учатся ту или иную услугу оказывать, принимать заявления, подписывают соответствующие соглашения с Росреестром и забирают эту услугу на себя. Естественно, МФЦ создан, многофункциональные центры созданы не для того, чтобы заменить те или иные структуры другие, но они созданы для того, чтобы дать возможность гражданину иметь выбор. Он может пойти и в орган исполнительной власти, или в ту структуру, где он раньше эту услугу получал, или может пойти в многофункциональный центр. Удобство заключается в том, что действительно перечень услуг в многофункциональном центре, он будет гораздо шире, чем раньше мы могли пойти в ту или иную инстанцию. То есть мы можем получить некий перечень услуг. И вот такие услуги на следующий год у нас будут создаваться. Они называются услуги по жизненным ситуациям. То есть, например, родился ребенок в семье. Приходилось в ряд инстанций ходить, получать те или иные справки. Одну здесь, другую здесь. То есть сейчас в МФЦ будет некая жизненная ситуация, которая так и будет называться – рождение ребенка. За ней будет следовать 7-10 услуг одновременно в пакете, которые родители должны получить при наступлении такого события. Или, например, выход на пенсию. Или, например, может быть, по смерти человека. То есть определен некий перечень услуг, которые относятся к некому событию. И обращаясь в МФЦ с наступлением этого события, предоставляя минимальный набор документов, паспорт, может быть, пенсионное свидетельство, может, ряд других документов. Но часть из этих документов, они могут не затребоваться, потому что МФЦ имеет возможность получить те или иные документы уже из пенсионной, налоговой и так далее. Поэтому и заявителю надо будет готовить меньше документов. И он приходит и получает практически сразу же пакет всего того перечня. Это достаточно удобно. Во-вторых, удобство многофункциональной центра заключается в том, что подразумевается наличие во всех районных центрах. Это точно. То есть, да, все 19 районных центров, включая Петрозаводские и городские округа, они у нас должны быть оснащены офисами МФЦ. Должны быть? Сейчас нет? Пока еще, да. У нас не все районные центры подключены. У нас до конца года достаточно большая работа должна быть выполнена. И поэтому мы сейчас в таком цейтноте выполняем задачу, потому что до конца 2015 года у нас должна быть доля охвата населением республики, исходя как раз из численности у нас в регионе, 90% у нас должно быть охвачено услугами МФЦ. Поэтому все районы, ряд поселений, то есть в которых будут удаленные окна, они не будут работать как офисы каждый день в положенное время или в две смены, как у нас в городе это сейчас происходит, они будут работать по принципу 2-3 раза в неделю в зависимости от загрузки и от подразумеваемой графики. Насколько востребованы эти центры? Ну, по опыту Петрозаводска, например. Я могу сказать, что сейчас востребованность, она с каждым днем увеличивается. То есть мы сейчас основное свое направление в создании многофункциональных центров направили именно на создание этих окон. То есть люди у нас постепенно привыкают. Большинство людей еще до сих пор не обращаются в многофункциональные центры, они обращаются за теми или иными услугами по старым местам. Но мы видим, что тенденция в направлении получения госуслуг, она сейчас меняется, как раз таки уходит в сторону МФЦ. Потому что федеральные структуры, Росреестр, налоговая, УФМС, у них тоже есть свои некие дорожные карты. Если раньше они оказывали полный перечень услуг, то теперь они стараются и часть услуг потихоньку переносить на МФЦ, и у них происходят некие сокращения. Потому что федерация тоже понимает, что мы создаем структуру, которая дублирует. И они, в свою очередь, уже не оказывают эти услуги, да? Да. Ну, перечень услуг пока остается, да. Остается. Но они пытаются идти в сторону сокращения окон приема. Потому что многофункциональный центр все-таки, он не сколько оказывает услугу сейчас, сколько принимает документы, да? А уже дальше посредством электронного взаимодействия, посредством взаимоотношений МФЦ с органом исполнительной власти, он берет на себя обязанность доставить эти документы до того органа, который непосредственно будет оказывать услугу, с ним выстроить взаимоотношения, и уже человеку в следующий раз как вот единое окно, да, то есть мы берем только перечень документов, понимаем, какую услугу надо человеку оказать, и дальше МФЦ берет на себя все обязанности по оказанию этой услуги, то есть взаимоотношению с органом власти. Орган власти эту услугу выдает, посредством МФЦ выдает ее заявителю, да. Вот, поэтому в данной ситуации получается, что если люди у нас сейчас направляются в МФЦ, то и федерация это понимает, что нет смысла держать те окна тех людей, которые принимают документы. Ну то есть тех, кто будет принимать заявки, их станет меньше. Да, то есть происходит перераспределение, и у нас сейчас точно такое же перераспределение происходит между нашими центрами, да, то есть если мы открыли сейчас новый офис на Гюлинга 11, он у нас, кстати, открыт в новом брендбуке, который принят как стиль, мои документы, это единый стиль по всей России, для того, чтобы бренд МФЦ, он был узнаваем везде, независимо от того, в какой регион ты поедешь, потому что в будущем подразумевается, что жители республики Карелия могут получить услуги, даже свои карельские, не обязательно в городе Петрозаводске или в любом районе. То есть вдруг получится так, что мы выехали в другой регион, или в отпуск, или вообще переехали, да, но прописка у нас остается... И случилась жизненная ситуация. Да, жизненная ситуация, конечно, у нас же большое количество людей, в том числе и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге проживает, поэтому, естественно, они могут обратиться за той или иной услугой, которая оказывается здесь, обратиться именно там, по месту своего текущего жительства, да, фактического, несмотря на регистрацию, и получить этот набор услуг там. Но у вас здесь тоже происходит перераспределение, вы хотели сказать, может, и, что называется, пользуясь случаем, обратиться к людям, которые смотрят нашу программу, и тоже перераспределить потоки между уже действующим давно центром на Калинино, вновь открывшимся на Гюлинг. Да, действительно, уважаемые жители, у меня и у моих сотрудников из МФЦ достаточно большая просьба к вам, и это, так скажем, дополнительные удобства, которые вам будут созданы. Вы привыкли ходить на офис МФЦ, который находится у нас на Калинино-1 в ямке. Вот мы открыли офис МФЦ Гюлинга-11, который доступен, который открыт. Мы перераспределили количество окон с Калинино-1 на Гюлинга-11, поэтому на Гюлинга-11 у нас в настоящий момент нет очередей, то есть не так воспользован спросом этот офис. Он новый совершенно, но специалисты там работают достаточно опытные. Вот поэтому мы просим вас, если вы собираетесь идти в многофункциональный центр, то обязательно идти по адресу Гюлинга-11. Ну, в общем, я считаю, что и мы свою миссию выполнили какое-то по информированию граждан. Время нашей передачи подошло к концу. Я очень рад, что мы с вами сегодня пообщались. Я напоминаю нашим зрителям, что они смотрели телеканал Ника Плюс, программу «Корейский капитал». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова